Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля. Я третий день продолжаю работать в теплице. У нас идет проливной дождь. В открытом грунте работать невозможно. Это хорошо, что солнца нет. Здесь стал более комфортный климат для работы. Я сегодня во время работы сниму несколько таких коротеньких-коротеньких видеороликов, на первый взгляд, которые будут вообще без каких-либо тем. Это просто вот эти мелочи, которые могут возникнуть вот в процессе всей этой работы, потому что мало просто прийти и воткнуть растение туда. Я буду рассказывать о том, как я отбраковываю растение во время высадки. То есть я говорила, что я всегда сею немножко с запасом. Вот сейчас у меня чудо-земли выставила. У меня 10 чудо-земли рассады. Мне надо 8. Буду выбирать. Потом предварительно, те, которые с заглублением, убираю предварительно нижние листики, которые попадают вниз в закупку. Короче, нижние листья убираю. Отбраковываю по внешнему виду. Потом рассортировываю по рядам, какие маленькие, какие больше, по сортовым характеристикам, которые средние, которые самые высокие. Потом готовлюсь к похолоданию, которое будет завтра и послезавтра у нас. Ночью даже ноль и минус будет. Раз она здесь у нас останется, надо же как-то ее переставить. Можно переставить. У меня, видите, тут и по краям стояло все. Теперь мы будем все в центр. Но сейчас начну, все по порядку. Вчера был вопрос в комментариях. Вот вы высаживаете в теплицу, как вы их сохраняете? Сейчас я расскажу, что я делаю, какие. Ну, конечно, начну с того, что вот сейчас, когда 7 градусов на улице, для томатов самая хорошая температура. Тут 10-12. Сегодня я работаю в свитере, в шерстяных носках. Для томатов это самая хорошая температура для высадки. Им не жарко, у них нет солнечных ожогов. Они адаптируются вот к более прохладному климату. И скажу сразу, что если будет холодно, мы вот здесь повесили вот эти инфракрасные обогреватели, про которые я говорила. Таких критических ситуаций не будет. Главное только, чтобы не было такого, как сказать, такого происшествия, как у меня в той теплице произошло, чтобы не отключилось. Так что ночью придется выйти, потому что у меня нет термометра с оповещением. Поэтому вот на случай морозов будем включать обогреватель. А вообще, конечно, вот сейчас они у меня стоят вольготно, по всей теплице, там и там. Те томаты, которые я буду высаживать вот с того края, я на время похолоданий выставляю их между теми, которые уже высажены. Вот смотрите, у меня высажена Настенька. Вот они стоят. Они стоят на расстоянии 40 см друг от друга. И вот эти вот пустые места, видите, я наметила, я банкой вот так вдавила, чтобы стаканчик не падали. Вот два подселенца будут, вот два подселенца. Вот здесь я уже подселила. В самый центр теплицы, где будет теплее всего, я выставлю сейчас те томаты, которые буду высаживать потом с краев. Потому что они, конечно, уже готовы, но крайние ряды, пока холод не пройдет, я высаживать не буду. Вот смотрите, красавец Вова Путин, какой вырос. Они здоровые, они такие красивые. Они уже полностью с цветочной кистью, с такими огромными зачатками. Видите, у него крупные плоды и цветочек такой здоровый-здоровый. Все у них хорошо. У них и стебель толстый, вот такой закаленный, темно-фиолетовый. И корневая вот такая. Но из-за того, что они очень высокие, им отведено место вот здесь вот, в самом крайнем ряду. А так как у нас идут морозы, ну как похолодание, и высадить в крайний ряд я их не могу, потому что я боюсь, что он там простынет, Вова Путину стенки. Вот пока он будет скрываться между настеньков, между настеньками, ну короче, между высаженными томатами настенька будет скрываться у меня Вова Путин. Но не один Вова Путин. Здесь еще, возможно, будет прятаться от холода и загадка природы, которая очень высокорослая. Юбилейный Тарасенко. Они все вырослись. Сейчас я покажу вам рассаду. Они все готовы к высадке, но скорее всего высаживать их будут только после Пасхи, потому что всем им предназначен вот этот крайний ряд. Крайний левый, самый холодный вот этот у нас. Вот они, они стоят. Смотрите, какие красавцы. Они все ждут своей поры. Все они у меня в фазе бутонизации, то есть они готовы. Они готовы, они ждут только отмашку мою. На старт все. И понесется и цветение, и все. Вот так я их перегруппировываю. Вот сегодня я пришла, вместо того, чтобы сразу заниматься высадкой, я занимаюсь вот такой вот, как меняем дислокацию, кто стоял там на холодном фронте, вот сюда делаю выемки, как я вам говорила. Видите, вот это уже всаженное. Два подселенца, вот еще два подселенца. Вот такие временные квартиранты. Я сейчас все, когда их расставлю в центральный ряд. Ну вы понимаете, почему так делается? Во-первых, в середине это самое теплое место. Если даже будет какое-то повреждение, то только по краям. А по краям там у нас сибиряки, которые возьмут весь удар на себя. И так самое теплое место. И еще обогреватели тут же. И как раз они будут вот под греющими элементами. И я думаю, холод мы переживем. В крайнем случае, если уж совсем будет минусовая температура, как, например, было минус 8, минус 7, буду накрывать, значит, нетканым материалом. У меня вся баня, весь предбанник, завалена рулонами прошлогодними, вот эти нетканки, потому что я всегда говорю, тем, кто высаживает рано в теплицу томаты, они должны иметь все средства защиты. И укрывочные, и дуги, все это у меня есть. Конечно, все это трудоемко, все это проблематично, но если уж, как говорится, клюнет жареный петух, если передадут мороз, будем укрываться. В прошлом году я показывала вам, как я прям уже после высадки выставила колея, привязала томаты, и потом передали мороз. Я прям вместе с колеями, с привязанными томатами, вот так вот нетканным закрывала, без всяких дуг, безо всего, просто как простынями. Все мы пережили в прошлом году. Ни одна помидорка не пострадала, надеюсь, в этом году будет так же. Вот этот видеоролик о том, как мы вдруг, в крайнем случае, будем переживать мороз, и как я вот во время похолодания, куда прячу свои томаты. Ну, я прячу их одни в другие. Просто делаем такое, как уплотнение, все будут вот так по центру, а с этой стороны, с самой холодной, никого не будет. Все, до свидания. В следующем ролике я сейчас расскажу о том, что есть рассада, которая, способ высадки под вопросом. Я вчера рассказывала уже, вчера, позавчера, что есть очень быстрый, без заглубления способ. Есть способ, самый трудоемкий, это длинную рассаду, лежа с заглублением. А что делать, если рассада такая, что вроде бы ее можно и без заглубления, но это в следующем видеоролике. А то я сейчас все расскажу и совместится две темы, все перемешается. До свидания.